Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал. Истории и легенды, связанные с определенными местами в городе, случаями, произошедшими в тех или иных странах, городах, деревнях, всегда вызывали у людей неподдельный интерес. Люди делятся на тех, кто в них верит, и тех, кто считает, что все это – плод воображения рассказчика. Но так или иначе истину не знает никто, а историй со временем становится все больше и больше. Сегодня я расскажу вам несколько городских легенд, и если вам понравится такого рода подборка, то я обязательно продолжу искать самые интересные и озвучивать для вас подобные истории. Девочка-привидение из Кантона. Это городская легенда из городка Кантон в штате Пенсильвания о погибшей девочке, которая стала призраком. Эта печальная история случилась в Кантоне, штат Пенсильвания, в 1900 году. В Кантоне была старая железная дорога, по которой нечасто ездили поезда. Одна маленькая девочка решила, что она достаточно большая и может покататься на своем велосипеде без присмотра взрослых. Добравшись до железнодорожных путей, она решила, что шпалы достаточно плоские, и она может прокатиться по ним. Она ехала по ним все быстрее и быстрее, когда услышала позади гудок. Девочка обернулась и в этот момент наехала на камень и упала, больно ударившись коленками и заплакав. Снова раздался гудок, но на этот раз он звучал ближе. Поезд приближался. Девочка попыталась встать, но ее платье застряло в рельсах. Она изо всех сил пыталась вытащить его, но у нее ничего не получалось. Девочка заметила, что поезд уже действительно очень близко от нее. В отчаянии она начала смотреть по сторонам, в надежде найти что-то, что помогло бы ей вырваться. Она заметила на земле рядом с рельсами разбитую бутылку, схватила ее и начала резать ткань платья. В последний миг платье порвалось, поезд прошел мимо, а девочка упала в пещеру с водой. Девочка едва живая выбралась в безопасное место, но все равно умерла. Говорят, что из той пещеры до сих пор слышатся ее стоны. А если вы отважитесь спуститься в пещеру в полночь, она будет преследовать вас, прося не уходить оттуда. Дьявольская аллея. Это городская легенда из Мексики. Так называют одну из улиц или переулков практически во всех мексиканских городах. Эта легенда хорошо известна в Мексике, потому что практически в каждом городе есть улица или переулок, которые носят название «Дьявольская аллея» или «Аллея дьявола», кому как больше нравится. И практически в каждом городе рассказывают одну и ту же историю по поводу возникновения этой улицы с различными вариациями. Были времена, когда на этой улице не было домов. Это была аллея, где росли большие деревья, закрывая своими ветками свет. В аллее всегда было темно, из-за чего у людей всегда возникало неприятное и тревожное чувство. Практически никто не ходил по этой аллее, потому что считалось, что она проклята. Там обитают злые духи, которых не стоит тревожить. Однажды один молодой парень решил воспользоваться людским страхом перед этой аллеей. Вечером он ворвался в городскую таверну и рассказал всем такую историю. Он шел по проклятой аллее, и на него напало странное чудовище, которое потребовало отдать ему деньги и драгоценности. Парень отдал ему все, что у него было, но монстр не удовлетворился этим. Хотя он не стал вредить парню, из уст монстра прозвучала следующая угроза. Если люди этого города не оставят мне дорогие подарки или украшения в качестве дания, я убью их всех и затащу с собой в ад. Вся дань должна быть собрана к ночи и оставлена возле аллеи. В таверне в тот момент находился один смелый человек, который вызвался лично пойти в аллею и увидеть то ужасное существо. Ночью он отправился на проклятую аллею. Он смело шагал по аллее, пока не увидел на дереве темную фигуру. Мужчина вдруг утратил всю свою храбрость и почувствовал, как им овладевает страх. У него затряслись ноги и показалось, что земля уходит из-под ног, и он вот-вот провалится в ад. Тогда мужчина побежал прочь со всех ног вопя. Дьявол! Дьявол! Жители города послушно собрали дьяволу дань и оставили возле аллеи. Прошло какое-то время, однажды в город приехали два рыбака и решили выпить в местной таверне. Там они услышали рассказ о дьяволе и о том, как дань, которую собрали жители, исчезла на следующее утро. Рыбаки покумекали и решили, что в этом деле что-то нечисто, и с этим надо разобраться. В ту же ночь рыбаки решили отправиться на проклятую аллею. Один из них вошел под тень деревьев и наткнулся на темную фигуру. Но когда существо попыталось заговорить, сзади него появился еще один более ужасный монстр с рогами. Существо обернулось и почувствовало жар, исходящий от рогатого чудовища. Монстр из аллеи так сильно испугался, что бросился на утек со всех ног. Пока он бежал, он все еще ощущал сжение в заднице от огня рогатого дьявола и непрерывно кричал от боли. Рогатым дьяволом оказался один из рыбаков, который нацепил на себя самодельный костюм, а дьявольским огнем оказалась обычная горящая головешка, которой рыбак подгонял наглого монстра из аллеи. На следующий день оба рыбака вернулись к аллее и дождались темноты, но существо больше никогда не появилось в аллее. Есть несколько версий того, что произошло дальше. Некоторые говорят, что когда рыбаки рассказали людям о том, что случилось, все пошли в дом парня, который выдумал рассказ о дьяволе. У него дома никого не оказалось, парень куда-то пропал, но все деньги, что были оставлены у дьявольской аллеи, были не тронуты. Некоторые полагали, что он, натерпевшись страха, просто сбежал из города, даже не взяв награбленное, в то время как другие утверждали, что сам дьявол пришел за ним и утащил в ад, за то, что тот использовал его имя, чтобы заработать легкие деньги. Есть еще несколько версий происхождения улицы переулков дьявола в Мексике. Еще одна легенда утверждает, что когда-то в городе жил злой парень, который грабил людей, проходящих по одному из переулков в ночное время. Он избивал их и иногда даже убивал и насиловал молодых девушек, которым не посчастливилось оказаться в том месте. Однажды утром люди обнаружили его искалеченное тело посреди переулка, и все начали говорить, что сам дьявол пришел и убил его, наказав за злодеяние. В некоторых городах считается, что на этой улице жили люди, занимающиеся колдовством. Они проводили здесь ритуалы по вызову дьявола. Именно поэтому одну из улиц и назвали Дьявольская аллея. Школа в Ньюбери-Порт. Это школа в городке Ньюбери-Порт, штат Массачусетс, в которой поселился призрак убитого мальчика. Много лет назад в городке Ньюбери-Порт, в штате Массачусетс, была школа для детей из бедных семей. Школа была переполнена особенными детьми с отклонениями и проблемным поведением. В те времена учителя были очень строгими и очень жестоко обращались с детьми, чтобы поддерживать дисциплину. Однажды один мальчик проказничал на уроке. Учитель пришел в ярость, избил мальчика и запер его в подвале школы. Мальчик сидел там весь день и другим ученикам запретили обращать внимание на его стоны и крики. Когда учебный день закончился, его выпустили, и друзья помогли ему добраться домой. Но позже, вечером, мальчик потерял сознание и умер. Учитель не понес никакой ответственности, а смерть мальчика и дело замяли. Несколько лет спустя в школе появилась новая учительница, молодая женщина по имени Мисс Перкинс. По школе поползли слухи, что в здании школы поселилось привидение. Однажды утром, когда школьники читали утреннюю молитву, школа начала сотрясаться от оглушительного стука. Кто-то стучал в дверь школы, но когда Мисс Перкинс открыла дверь, на улице никого не было. Каждый день таинственный желтый пар возникал в классной комнате и холодный воздух окутывал школу. Ученики и учителя начали плохо себя чувствовать, но пытались не обращать на это внимания. Иногда в школе слышался жуткий детский смех. Крышка дровяной печи внезапно взмывала в воздух и с громким треском падала на пол. Колокольчик на учительском столе тоже взмывал вверх и звонил сам по себе, на что с ужасом наблюдали ученики в классе. Уборщица в школе была так напугана, что в конце концов отказалась работать там. Однажды во время урока Мисс Перкинс вызвала в центр класса ученика, чтобы тот перед классом прочитал отрывок из книги. Ребенок неожиданно запнулся на середине предложения и показал на руку, которая парила в воздухе. Весь класс в ужасе увидел, как из руки постепенно материализовалась человеческая фигура. Это был мальчик с поднятой рукой. Призрачный мальчик просто стоял. Его лицо и челюсть были перевязаны белой тканью, словно ему перевязывали раны. Когда Мисс Перкинс попыталась прикоснуться к нему, он медленно исчез на глазах у всего класса. Мисс Перкинс попыталась успокоить учеников и сказала, что это была галлюцинация, но дети были в ужасе. Сверхъестественные происшествия расшатали молодой учительнице нервы и подорвали ее здоровье. Ее уволили и ее место заняла другая учительница. Необъяснимым образом призрак прекратил свою деятельность и больше не объявлялся. Башня Дьявола. Это страшная городская легенда из Нью-Джерси о таинственной башне, построенной в готическом стиле, которая по слухам проклята. Говорят, что если обойти ее шесть раз, появится дьявол. В городке Элпайн, штат Нью-Джерси, есть большая каменная готическая башня. Местные жители называют ее башней Дьявола. Как гласит легенда, она была построена в начале 1900-х годов плантатором по имени Мануэль Рионда. Он построил большой особняк для своей жены, а также башню, чтобы она могла с высоты наблюдать за горизонтом. Однажды его жена находилась на башне, когда увидела Мануэля с другой женщиной. Жена была настолько шокирована тем, что муж изменяет ей, что немедленно сбросилась с башни и разбилась. Мануэль был потрясен смертью жены, и ощущая вину за ее смерть, он распорядился снести имение. Башню тоже должны были снести, но эти планы пришлось отложить после того, как несколько рабочих погибли мистическим образом. Мануэль переехал в другой город, а башню просто заперли, и она оставалась заброшенной многие годы. Распространились слухи, что башня проклята. Многие люди утверждали, что слышали в ней страшные звуки, когда проходили мимо. Другие утверждали, что видели тень женской фигуры, которая прыгала с башни и кричала. Прошли годы, и местные стали называть башню башней дьявола. Ни у кого уже не осталось сомнений, что она проклята. Появилась легенда, что если шесть раз обойти башню в полночь, то появится дьявол. Башню облюбовали сатанисты, которые стали собираться под ней и проводить свои мессы и читать молитвы дьяволу. Они проводили кровавые ритуалы, в которых приносили в жертву животных во славу дьявола. Днем дети, которые гуляли возле башни, находили изуродованные трупы собак и кошек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова